Копсосмыка Добрый вечер, дорогие наши любители ночного русского радио. Добрый вечер, Владимир. И скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, что этот жанр на сегодняшний день достаточно подзабыт, хотелось бы от людей, все-таки видавших виды, услышать, в чем секрет любви народа к этим песням. С точки зрения искусства, согласитесь, три аккорда, словечки, которые в приличном обществе употреблять не принято. Мне кажется, вот одна из причин этого жанра вообще на Руси, в России всегда любили неподконтрольное искусство. У нас всегда давило, и в прежние, там, в далекие времена, когда были запрещены всякие скоморохи, там, и всякие уличные певцы, их преследовали, вот там, в те времена, и в советские времена, тем более, в общем, эта самодеятельность никому нужна не была. А народ, мне кажется, всегда любил быть самим собой и петь неподконтрольные песни. Пусть они немного были уровнем пониже, но это было своё, а не то, что вот навязывали, там, скажем, по радио, по телевидению. Ну, на самом деле, это не столько самодеятельность, ведь этой музыкой занимались достаточно профессиональные люди. Конечно, есть очень высокие образцы и музыкального, и поэтического творчества, но мы просто даже авторов не знаем этих песен, тех, которые... Есть просто замечательные песни, я знаю, я сам в молодости, там, поскольку ничего такого не было, и нам не хотелось петь, вот, там, не знаю, под крылом самолёта, тихонько поёт, там, или ещё что-то. Мы пели песни обычные, или классику какую-нибудь «Я встретил вас», или такие песни, которые называли вроде бы как блатными, но есть разные песни, например, песни Высоцкую никак нельзя блатными назвать, а есть там какие-то, конечно, примитивные песни, типа, там, «Деньги советские толстыми пачками молча смотрели на нас», там, уже, прав, какой-нибудь грабёр, банк. На замечательной пластиночке в Кейт-Аумском порту, которая называется, есть пара песен в вашем исполнении. Да, конечно. Вот, не могли бы вы что-нибудь вспомнить из этой хорошей пластиночки? Я попробую. Я эти песни слышал от человека, который 20 лет просидел и вышел как раз по амнистии 1953 года. Я в это время жил в таком месте, которое называется 101-й километр, а о 101-м километре даже в Одессе знаю, потому что это было очень такое криминальное место, где жили все те, кто не мог жить в Москве, поэтому они жили вот на 101-м километре. И там я жил и знал очень многих, так сказать, это теперь модно говорить, там, воры в законе и так далее. Там было много таких людей, и они, кстати сказать, у них была очень большая тяга к музыке, к пению. И я там в их компании, хотя я был довольно юный, там, скажем, у меня было 14-15 лет, я пел всякие разные песенки, в том числе и те, которые от них слышал. С удовольствием послушаем. Вот я, пожалуй, если я, конечно, память мне не изменяет, я сейчас попробую песенку спеть, которую слышал от человека, с которым я прожил там два года вместе в одном доме в избе за стенкой. Звон поверок и шум лагерей Никогда не забыть мне на свете Изо всех своих клубных друзей Помню девушку в синем берете От друзей не скрывала она С ним готова всегда повстречаться Или невольно была влюблена Или лагерь заставил влюбляться Поздно вечером в лагерный клуб Говор песен и плясок веселых Все от этих накрашенных губ И перед этот синий знакомый А когда погасал в зале свет И на сцену стремились взгляды Наклонялся тот синий берет На того, кто сидел с нею рядом Он красиво умел говорить Не собьешь на фальшивом ответе Только нет, он не может любить Заключенную в синем берете Что напрасно тебя огорчать В лагерях он тебя не дождется А тебе лишь придется страдать Он к тебе никогда не вернется И немало найдется друзей Пронесутся, как осенью ветер Пронесутся в стенах лагерей Мимо девушки в синем берете Ну вот, Владимир, а вы говорите Самодеятельность Давайте еще по одной Да, я, конечно, я попробую Я, в общем, память, мне кажется, Не изменяет еще Я попробую спеть еще одну Вот она действительно дворовая песня Я ее слышал неоднократно От разных людей, живших в те времена Называется она «Котенок-барсик» Котенок-барсик Кошки-мурки поклонился За лапку взял И в круг танцующих повел Во время танца Яркой краскою залился Но о женитьбе разговор Все же повел Мы будем, Мурка, жить с тобою Осторожно Работать будем И беды не будем знать Ты будешь, Мурка, делать Крем сапожным Я на базаре Шнурками торговать Работу кончим И вернемся к своему дому Где ждет обед И куча маленьких детей За стол мы сядем И скажем половому Чтоб на обед Принес нам жареных мышей А вспомнив это, Мурка Облизнулась Такими вкусными казались ей они С великой радостью Свой бантик уронила И долго-долго не могла Его Айти Спасибо вам, Владимир, еще раз Спасибо большое за Очень полезное для нас интервью с песнями Я думаю, что Мы скоро соберем большую коллекцию Такого рода песенок У нас на кухне И нам всем с вами поставят памятник При жизни Спасибо большое Удачи вам до свидания Не рукотворные Да Всего доброго